Это уже традиция. В день рождения Владимира Маяковского его стихи мощно и звонко разносятся по Москве. Их читают поэты, рабочие, артисты. Грудью витринных книжных групп, моя фамилия в поэтической рубрике, радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей республики. У каждого из нас свои особенно любимые стихи Маяковского, свое понимание его поэзии. Вот почему на этом митинге люди разных поколений, разных национальностей говорили о звонкой силе поэта, о его вдохновляющем примере. Владимир Владимирович Маяковский всю жизнь, весь свой талант отдал делу революции, отдал отечеству, которое он славил, отечеству, которое есть. Но трижды, как он говорил, я славлю отечество, которое будет. И мы должны быть достойны его пророчеств, его надежды, его великих стихов. Всесоюзный праздник Маяковского. Он прошел на его родине в Грузии, Ленинграде, Свердловске, Кузбассе. И повсюду в стране Маяковский звучал, как живой с живыми говоря, во весь голос своего слова. Этот праздник открыл нам новые неизвестные страницы в творчестве поэта. Он подарил нам новых прекрасных молодых чтецов, самый юный из которых, лауреат всесоюзного конкурса на лучшее исполнение произведений Маяковского, второклассник Володя Думичев прочитал на празднике стихи о советском паспорте. С каким наслаждением, шандармской кастой, я был бы схлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый, советский паспорт. Аплодисменты.